всем привет друзья сегодня обзор на роуэна хенингса почему решил на него сделать мы сейчас посмотрим и вы все сами увидите поехали итак смотрите сила удара 140 завершение 113 дриблинг 131 баланс 109 дальний удар 105 с подкруткой у меня вопросы потому что 79 вроде и мало но мы это все проверим в реальной игре тестил я его один час и решил все таки больше его тестировать и затянулось это все до двух дней почему потому что ну уж очень хорошая сила удара но мало известный игрок и могут быть нюансы поэтому я решил его протестировать во всех режимах в разных составах потом еще в середине видео будет сюрприз вы увидите какой то есть я еще и менялся в составах игроков для того чтобы ему сыгранности добавить в общем искал игрока с бундеслиги ему в пару и тест длился ну почти два скажу так не то что два дня часов 6 я тестировал их и выводы по хенингсу очень хороший игрок он по забиваемости возле роналда так точно плюс-минус ну роналда да там он с острых углов забивает крученными хорошо как ну а в целом у роналда еще радуга которую я люблю но я знаю что многие радугу не любят а у хенингса эластика нет у хенингса не эластика у хенингса пятка с пятки на пятку по моему я его мало использую ой здесь смотрите как красиво еще и головой забивает мне он понравился это один из немногих игроков которые что это его сбили ну-ка смотрите как он возле защиты пытается пройти но там трое ему не дали один из немногих игроков которые ты взял начал играть и понимаешь он классный он просто бомба если ему попал мяч уже в штрафной за исключением некоторых моментах я их покажу обязательно объясню почему там так делать нельзя или почему именно так надо делать штрафной все он бог он попал он забил вот был острый угол и я бил прямым чего делать не рекомендуется вот отсюда прям и можно вот под таким углом даже rush не забивает отсюда только либо обходить и забивать но мне не дали либо крутить там по другу вот этот момент смотрите я очень поздно начал бить вратарь побежал мне в тот момент надо было остановиться и бить но я продолжил бежать и пытался в это время уже забить теперь вот сюрприз взял я хаверца кай хаверц в пару ему правый вингер не качал до 100 овр посмотрим его на 94 если мне удастся его протестировать видите на повторе как он с лету забивает если я пойму уже хаверца на 94 значит он так и останется и поэтому видео выйдет два в одном если ему будет мало я все-таки в него прокачаю и отдельно запишу потому что у меня опыта чтобы ему перелить до сотого смотрите как красиво забил красавчик хаверц пока что опыт весь мой опыт который был я все залил хенингс придется его переливать переливать в хаверца смотрите как красиво мане мане вот почему я его не переливаю не пускаю на органы так сказать но нравится он мне он такие чудеса делает иногда да бывает там со всеми игроками но мане в этом плане именно 93 вр базовый мне он очень нравится смотрите ох как красиво вот вот он как бежал но видите все равно мне кажется вот силы удара мало у хаверца ему не хватает совсем чуть-чуть наверное с близкого расстояния конечно он то забьет если чуть дальше там уже 50 на 50 не дали не дали но я еще к нему не привык так поэтому тут можно списывать на мои руки это уже поздно бил защита защита не дает пройти ну-ка видите просто красавчик прямо им даже не на полную силу вот мяч летит как у раша вот это мне напомнило а смотрите ой как красиво получилось распасовка хенингс и хаверц завершаю я думаю что в паре они будут будут топчики но скорее всего то что я уже заметил придется хаверца прокачивать и будет он в отдельном видео в отдельном обзоре с другой стороны это и к лучшему почему ну что у меня идея я уже не знаю озвучивать идея или не озвучивать в связи с последними событиями но то такое я не боюсь конкуренции у меня идея создать как справочник желтые страницы по игрокам чтобы можно было легко найти не искать там а где у нас хаверц а он там где-то в обзоре хенингса а вот там и ищи нет так это неправильно я считаю каждый игрок должен иметь свой обзор личный где ну да можно в том обзоре упомянуть игрока что на него будет обзор или был обзор это ну я считаю даже так правильно а посвящать обзор один нескольким игрокам ребята потом будет неудобно это все искать и мне самому даже потом если выяснить на кого делал обзор и когда будет уже сложно потому что свои же обзоры я тоже пересматриваю все в голове не удержишь и иногда вы мне задаете вопрос а как тебе тот игрок а как тебе этот ребята я говорю откровенно иногда я иду беру свои же видео и начинаю смотреть потому что я не помню я их столько уже перетестировал что иногда оно все смешивается в голове и ты уже реально не помнишь а что я разве тестировал этого смотришь ну да тестировал так что вот так бывает как это тут так он красиво прошел но не добил поэтому вывод такой ребята Хавертс будет отдельное видео по нему я его прокачаю по Хенингсу я бы его себе в состав поставил тем более у кого бундеслига как красиво видите как красиво он всех обошел наш Хавертс претендент на обзор ребята с вами был анархист подписывайтесь обязательно на канал комментируйте ставьте лайки и ждите новый обзор на Хавертс он будет скоро и до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч